В понедельник Джо Байден снова призвал богатых американцев в корпорации выплатить свою справедливую долю для финансирования, как он говорит, бесплатного общественного колледжа и других льгот для рабочих. Не очень-то верится, конечно, что богатые заплатят. Они сделают все возможное, чтобы на самом деле заплатил средний класс, увеличив стоимость своих товаров и услуг. Такой хитрый ход. А бесплатное образование выльется мы уже сами знаем во что. Вот только мы все равно заплатим за это. В некоторых случаях даже еще дороже, если бы напрямую. Ну, бесплатный сыр только в мышеловке. Выступая в Tidewater Community College в портовом городе Норфолк, штат Вирджиния, Байден сказал, что его предполагаемое расширение системы государственного образования США перебалансирует экономику и принесет пользу американцам с низкими доходами. По словам Байдена, Соединенные Штаты могут предоставить два бесплатных года после среднего образования, подняв максимальную ставку подоходного налога до уровня 2001 года. Только два года? А за остальные все-таки все равно придется платить? Ну, тогда зачем же Байдену 4 триллиона? Ну, вот смотрите. 2,3 триллиона долларов на восстановление дорог, широкополосной связи и другой инфраструктуры. А также пакеты социальных расходов, которые включают 1 триллион долларов на образование и уход за детьми в течение 10 лет. И 800 миллиардов долларов в виде налоговых льгот для малообеспеченных семей. План, кстати, предполагает расширить образование до 13 лет. В Америке с обеих сторон, добавив два года дошкольного образования для трех- и четырехлетних детей. И два года обучения в местных колледжах для тех, кто закончил среднюю школу. Эти расширения и предполагают на самом деле нам оплатить. И не слушайте сказки дедушки Джо и его сиделки Джилл, что это произойдет за счет более высоких налогов с корпораций и богатых американцев. Когда в начале 1090-х Америка сделала 12 лет государственного образования всеобщим, это сделало нас самой образованной нацией в мире. И вы увидели все выгоды, которые это принесло. Но остальной мир догнал нас. Они не ждут. И 12 лет уже недостаточно, чтобы конкурировать с миром в 21 веке. Я родом из корпоративной столицы мира. В штате Делавер зарегистрировано больше корпораций, чем во всей остальной стране, вместе взятой. И я не выступаю против корпораций, но пора им начать платить свою справедливую долю. Подумайте об этом с точки зрения, что лучше для Америки. И дни демократии, и республиканцы. Что будет расти в Америке больше? Что сделает нас более конкурентоспособнее и сильнее? Что сделает нас более образованными? Итак, я бы хотел спросить всех обычных людей. Хотите ли вы дать самым богатым людям в Америке еще одно снижение налогов? Или вы хотите дать каждому выпускнику средней школы возможность получить степень общественного колледжа? На пути к хорошо оплачиваемой работе? Или на пути к 4-летней учебе в отраслях будущего?